Привет всем, меня зовут Мэтью Уайнсток. Я из Северной Каролини. Представляю вашему вниманию призрак в машине, руководство по управлению удаленными командами тестировщиков. Во-первых, 8 часов в день мы проводим, занимаясь своей работой. Потом, может быть, часов 8 спим. Я провожу время со своей семьей, гуляю, путешествую. Где-то 100 лет тому назад эмигрировали из Беларуси мои предки. Я очень люблю путешествовать. В общем-то, вырос в классической американской семье. И после того, как я окончил университет, в общем-то, у меня началась свободная жизнь. Теперь поговорим о тестировании. Все, кто здесь собрался. Кто работает в региональном офисе транснациональной компании. Где-то 15 лет тому назад мир был другим. Я жил в Бостоне, в Массачусетс. И моя команда работала с другой командой, которая работала в Бангалуре, в Индии. Они друг с другом не общались. Сегодня моя команда работает в трех странах, в четырех временных поясах. 25 человек, работа которых сложно координировать. В чем сложности? Это, во-первых, разница во времени. Самая большая разница составляет 8 часов. Вот представьте, насколько легко организовать совместный разговор с ними по Скайпу. Либо в некоторых странах интернет очень слабый. Не говоря уже о том, что все здесь собравшиеся. Наверняка английский для вас не первый язык. Поэтому я должен допускать, что в лучшем случае вы меня будете понимать. Ну, давайте поговорим о командах тренировщиков в будущем. Сегодня мы работаем круглосуточно. Команда есть на Филиппинах, в Москве, как у меня, например, в Испании, в США. Повсеместно. Таким образом, вы постоянно, круглосуточно можете выполнять какую-то работу. Но кто-то будет работать удаленно. Руководство может быть удалено от вас, ваши сотрудники. Последняя компания, где я работала, она входила в список Fortune 500. У них в Нью-Йорке был громадный офис, но они его перестроили и половину рабочих мест удалили, так как они рассчитывали на то, что половина сотрудников будут теперь работать удаленно. То есть, там еще были рабочие места, которыми пользовалось несколько сотрудников. Один день вы, другой другие. сейчас вам кое-что расскажу. А познакомитесь с Тимми, который выдающийся тестировщик. Он входит в состав в группе Scrum. Ну, скажем, что он из Северной Каролины, откуда и я родом. Он тестировщик. это очень крутая команда, очень успешная. Они добиваются просто невероятных результатов. И теперь он, команда работает удаленно. то есть, все хотят получить такую высокую должность, но вдруг весь мир этой командной работы обрушивается. У него есть тестеры, которые работают с ним по всему миру. Он большинство из этих людей не встречал. Он не знает, что они вообще, что они. И как можно руководить, обучать людей, которых ты никогда не видел, в лицо не знаешь. Поэтому Тимми поехал домой. Ну, и как все, он забил запрос в Google, пытаясь найти ответ на этот вопрос. Ну, Google на вопрос, как управлять удаленной командой, не дал конкретного ответа. Ну, я слышал сегодня много презентаций про командную работу. И во всех звучало, что очень важно, чтобы команда была, во-первых, хорошо обучена, во-вторых, вас как бы бросают на новую должность. Сначала вы были старший инженер, потом вы стали лидом. Это неожиданно. Вот ваша команда, и что вы будете с ней делать? И в этом случае Тимми подумал, ну, что же делать? Он призвал духа командной работы из этого цифрового мира, и который дал ему следующее указание. Ты должен доверять себе. Только после этого другие начнут доверять тебе. Найди оракулов, которые покажут тебе дорогу к управлению, к должному управлению командой. И вот таким образом он и нашел свой путь. Это доверие. В общем, это путь, основанный на доверии. Почему доверие так важно? Есть Батрика Теони, который написал книгу про доверие, и вот он нарисовал такие пирамиды. Если вы хотите находиться в этой пирамиде, в которой на самом нижнем уровне, которая основана на доверии, все остальное будет легко вам даваться. Например, если вы друг другу в команде не доверяете, как вы вообще будете давать фидбэк критически особенно друг другу? То есть, если вы боитесь сказать, эй, ты плохо тестируешь, и человек скажет, да ты вообще, то есть, ну, разозлиться на вас, ну, вам не хочется конфликтов, и, соответственно, вы не будете критиковать его, а это плохо, потому что человек не обучается, не развивается. Мы не хотим этого в нашей команде. И одно из четырех советов, которые я вам могу дать сегодня, это вот четыре совета. Это поддерживать хорошую коммуникацию, иметь хорошее лидерство, культуру и инструменты. Все эти четыре принципа должны совмещаться, комбинироваться. И вот давайте посмотрим, команда начинает работать в каком-то таком здании, сером, мрачном, куча спутниковых тарелок, проводов, теми заходят в это здание, и неожиданно он видит всех этих людей. Он слышит только половину, из них, и не понимает, что происходит. Вдруг кто-то один поворачивается на своем поворотном стуле и говорит «Привет, я МВЭБЕКС, я Оракул коммуникации». Значит, второй принцип это коммуникация. Почему коммуникация так нужна? Она стоит недешево. Вот в 2011 году делали исследование и 37 миллиардов долларов было потерян только из-за плохой коммуникации. 37 миллиардов, это немало. и какие-то отдельные компании потеряли до 62 миллионов в год только из-за плохой коммуникации, которая вела к плохой производительности, низкой эффективности. Так как нам решить эту проблему? Посмотрите, если у нас хорошая коммуникация, то компании повышают в год свои доходы на 47% так что это имеет смысл. Я думаю, что многие из вас понимают английский, поэтому языковой барьер это, конечно, не проблема для вас, но на самом деле во многих случаях это по-прежнему является такой проблемой. Перевод не всегда помогает, и поэтому многое зависит не только от конкретного смысла, то есть переводчик передает смысл, но есть еще тон голоса, есть еще язык жестов, и если что-то говорится, это может быть просто информация, но если при этом сделать определенный жест, то можно легко распознать сарказм, без этого вы не поймете. То есть если английский не ваш первый язык, то обязательно учите его. Мы должны понимать оратора, чтобы видеть все коннотации, то есть все, что он пытается передать вам своей презентации, своим докладом, просто в речи и так далее. И также многое зависит от вашего подхода. То есть у вас должен быть такой опыт, когда вы приходили на встречу и нету какой-то повестки, непонятно для чего вы собрались и так далее. Но это даже когда вы собираетесь в помещение. А что когда вы собираетесь по конференц-колу и вы друг друга не видели, не знаете, двое людей начинают говорить одновременно и все теряется. То есть если нету повестки, нету плана проведения встречи, то вы я думаю не достигнете результата. Даже у нас компания в Калифорнии у нас главной офис мы не всегда во время этих конференц-колов мы ориентируемся на американское время. Иногда звонок назначается на 6 утра а мне надо детей в школу вести. Так что я думаю что надо быть готовым как-то быть гибкими в отношении ваших графиков. И все вот эти вещи они касаются ваших подходов и все они важны. Но один из важнейших принципов это безопасность и в первую очередь психологическая безопасность. Я об этом уже говорил надо отдыхать не надо перерабатывать чтобы избежать выгорания. Также если вы боитесь что-то сказать если вы боитесь конфликтной ситуации то тоже это будет мешать развитию команды. Команда должна чувствовать доверие друг к другу им должно быть комфортно работать друг с другом и должны быть готовы дать фидбэк друг другу в нужное время. То есть психологическая безопасность это первое на чем основываются все остальные компоненты. Так ну вот я рассказал вам про коммуникацию например если например мы смотрим Тим смотрит Лигу Чемпионов вдруг один из игроков замирает на экране мы видим что это еще один персонаж этой игры это человек который хочет показать нам пример командной работы и он видит себя рядом с пещерой и он видит какое-то чудовище которое появляется из пещеры глаза у него сияют красным но вдруг на самом деле оказывается что это дружественный персонаж это оракул лидерства и помните что будучи лидером вы должны выполнять в первую очередь цели своей команды а не команда вашей цели это очень важно то есть это лидерство которое служит команде целям команды и мы должны давать просто пример нашей команде того как достигать задач как быть успешными и надо быть при этом настойчивым то есть если вы тестер и вы ждете от пема чтобы он вам нашел решение то это не совсем так то есть пем просто должен показать вам пример того как находить решение чтобы вы это сами делали и тогда только вы получите нужный результат если я выполняю какие-то задачи если я следую каким-то принципам то и вся моя команда будет им следовать вы просто пример вы показываете им путь вот именно так вы сможете добиться их более динамичного более правильного развития и получить нужные результаты кто-нибудь из вас работал с пемом который не находится в другой стране то есть один на один один к одному конечно вы всегда можете попросить менеджера о личной встрече один на один но кто-нибудь из вас кто это делал вы что делаете просто даете отчет о том о чем вы работаете нет обычно все говорят да да то есть мы даем отчет просто я тот проект этот проект реализую вы не так выступаете но это хорошо мы должны понимать что встречи один на один очень важны обязательно должны быть организованы и это идеальный вариант когда вы можете поговорить о чем-то поделиться обсудить вопросы и цели вы можете обсудить цели вашего развития как я развиваюсь достаточно ли быстро в том ли направлении что дальше делать работать все цели цели компании то есть цели компании соответствуют ли они целям компании личные цели ваши я расскажу вам историю о команде который работал в своей последней команде в компании на последнем месте работы они у них был то есть только 40% тестов было пэс и то есть это неплохо но в общем я разговаривал с лидом и я спросил почему именно так ну он говорит что у нас сейчас новая технология мы используем селениум мы хотим использовать другую и то есть мы обозначили две цели две цели для компании чтобы добиться нулевого процента багов это была первая цель и вторая это то как освоить новую технологию и дело в том что если они хотят уйти из компании они могли забрать ее с собой и по сути это значит совпадало с их личной целью и что через пять месяцев действительно добились фейл рейта 0% потому что люди осваивали новую технологию они чувствовали что их цель совпадает с целью компании в общем мы говорим о коммуникации значит вот табличка из харвард бизнес обзора харварда и как видите 69 процентов менеджеров чувствуют себя не совсем комфортными в коммуникации с сотрудниками общей коммуникации ну это довольно таки много я думаю что для того чтобы наладить коммуникацию используйте один на один вот эти встречи это очень эффективно кто-нибудь из вас делал обзор анализ эффективности ну или проходил этот анализ то есть у вас нет таких процессов но были времена когда я даже ну говорили я даже не думал что менеджер про меня такое думает то есть мы собирали фидбэк от наших коллег и так далее и так далее то есть мы работали с скромастерами с пио мы хотели от них от всех получить фидбэк то есть мы хотели все знать что мы можем сделать лучше и для этого собирали мнение если вы используете фидбэк правильно то вы учитесь если вы ждете то тогда могут возникнуть проблемы ну в общем люди иногда забывают о том как именно давать фидбэк то есть часто фидбэк бывает негативным но он помогает вам развиться и поэтому это не так плохо например знаете когда вы встречаетесь лично разговариваете лично но если есть проблема то вы говорите ему сразу об этом то есть вы не ждете какого-то удобного случая и есть такое мнение что часто в команде люди работают так на очень таком энтузиазме говорят отлично ты отлично работаешь то есть поддержание вот этого позитивного духа это хорошо но потом она говорит в следующий раз можешь еще лучше сделать так что значит лучше если уже все хорошо то есть вот лучше сказать лучше сразу пояснять что вы имеете ввиду то есть как именно то есть дайте рекомендацию о том как именно им стать лучше что именно не так и какие именно вещи можно лучше то есть не надо в целом давать такие рекомендации станьте лучше ну то есть если бы мой босс мне так сказал стать лучше Я бы просто оскорбился, я параноиком бы стал, что лучше делать, что как. Поэтому надо, чтобы фидбэк был конструктивным. Давайте теперь поговорим о разных схемах обратной связи. Если вы работаете по разработке, вот мои, скажем, в Индии, в Москве и в Калифорнии. Первое, необходимо обеспечить качество вашего кода. Кто сталкивается с ситуацией, когда пишете тест, и разработчики находятся в разных временных поясах, говорят, все, работа выполнена. У вас утро, вы приходите, входите и сразу же видите, что там лаг. То есть вам нужно ждать, пока разработчик опять выйдет на связь. Соответственно, вы полностью теряете свой рабочий день. Поэтому, работая с удаленными командами, нужно следить за тем, чтобы закладывалось дополнительное время. Если взять мою команду, хотя вы работаете и удаленно, вы все равно, вы должны сообща, проговаривать или проходить по коду. Тогда будет видно, какая работа была выполнена. И вы можете вести хороший разговор, как нормальные люди. Итак, Тим теперь говорит, я чувствую, что могу выдавать хороший фидбэк. Он идет по траве, а потом оказывается в пустыне, и там два питона шипят. Глаза у них кружатся и говорят, типа, мы питоны, мы способны читать мысли людей. Вы должны доверять себе. То есть нужно читать мысли разных людей. Для многих работа означает офис. Я всегда призываю свою команду, которые работают удаленно, вовремя приходить домой. Скажем, у меня 12-8 часов вечера в баске. Пусть идут домой, поскольку нужен нормальный здоровый баланс работы и семьи, или работы и личной жизни. Далее я иногда использую какие-то словечки, сленг, и здесь, в Минске, специалисты не всегда могут меня понять. Поэтому нужно осторожно подбирать слова. Ну и, конечно, жизнь в офисе. Возвращаюсь к своей команде. Как работает офис в Сан-Хосе, Калифорния, или в Северной Карлине? Одна страна, но свои особенности в разных штатах, в разных организациях. Вообще в Калифорнии полная хаотичность. А в Северной Карлине, наоборот, все спокойно. То есть культура предполагает многомерность, многогранность. Это сложно прочитать, но, в принципе, это модель Льюиса. Здесь представлены разные страны с их культурными особенностями. Что я хочу подчеркнуть, или три момента основных. Как вы видите, здесь вот США. Тут написано линейные и активные. То есть хладнокровные планировщики, линейные. Согласен. Возьмем Россию. Россия на самом макушке, почти на верхушке, вторая снизу. То есть мультиактивные, то есть вы теплокровные, отчасти импульсивные, эмоциональные. Похожи на вас? Ну, не всегда это соответствует действительности, но в данном случае да. И последнее. Возьмем Индию или Филиппины. Индия между мультиактивной и реактивной. Теплые, эмоциональные и готовые слушать. Любопытно, с какой культурой вам придется иметь дело и как решать вопросы в случае возникновения. Построение команды. Team building. Я собирал команды со всего мира. Бывает, что задача не очень сложная. Вы можете общаться друг с другом, шутить. В общем, как-то общаете. В последний раз. А мы вообще хохотали над шутками. И все было круто. Можно играть в игры в онлайн. У нас у всех есть Xbox. И моя команда заходит в сеть, надевает наушники и играем либо в шутер, либо в гонки в сети. Просто балдеем. То есть, учитываем, конечно, время в Кейптауне, в Киеве или еще где-то, для того, чтобы все могли подключиться к сетевой игре. И просто хорошо проводим время. Это формирует командный дух. Далее. Книжный клуб. Еще одна полезная вещь. Читаем одну и ту же книгу и высказываем свое мнение касательно того, как мы воспринимаем материал. Исходя из того, где вы живете, материал, информация воспринимается по-разному. И вот самая любимая штука. Руководство по пользователям. Когда я начинаю компанию, я всегда говорю своей команде, я хочу узнать о вас по максимуму. Ваш стиль, ценности, что вам нравится. Но самое главное, вот это. Как лучше всего общаться со мной? Я очень общительный. Я готов разговаривать со мной. Я очень общительный. Но есть люди, которые работали для меня в прошлом, которые бы хотели быть в твердой степени, чем поговорить с другим другим другом. И если я не был такой пользователем, когда я их встретил, если я пытался видео-чатить с ними, то это может быть не комфортно для них, да? То есть, я могу их делать это очень быстро. И, смотрите, они полностью... ...был в себя, наверное, не очень комфортно. Да, они хотели не просто общаться со мной лицом к лицу, и для них, может быть, легче было общаться со мной по электронной почте. Когда мы говорим «определите ключевые ценности», ценностей очень много, но когда задаешься вопросом, какие ваши самые важные для вас ценности, это мои, тогда вы можете определить, что есть общего между вами и между членами вашей команды. А, еще один элемент – это парное программирование. От своих зарубежных членов команды я узнал очень много по этому вопросу. Представьте, 96% предпочитают программировать вместе, и 95% чувствуют себя более уверенно при принятии решений, когда они программируют в паре. Но если работают несколько инженеров, они, может быть, хотят достичь какого-то высокого эстетического уровня в своей инженерной разработке, когда они работают в команде, это просто отличная комбинация. И последний элемент – это определение того, что сделано. Это фактически обеспечивание тестирования, качество тестирования. Например, девелопер написал код, отправил его на релиз и отправляет его куда-то, а в другой стране другая временная зона, на другое время, и ответа он не получает. Что тогда? Ну, вжироменяемый статус, в итоге мы вообще просто потерялись во времени. Нужно понимать, что это значит для качества тестирования, потому что код должен быть написан, код должен быть проверен, и потом его нужно будет пустить в работу. Поэтому я просто теряю время, если сообщение не доходит. Иногда я просто не понимаю, что делает член другой команды. Например, я жил всю жизнь в Штатах, я вообще не понимаю, что происходит в другой культуре. Я не могу даже себе представить. Домой может быть человек, с которым я общаюсь, где-то в пути. Он говорит, я еще иду, 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 и никак не могу доехать. И потом смотрю, он приближается, открывается дверь, стоят две фигуры. Один медленно-медленно начинает отпускаться, а кто-то потом входит быстро в холл и спрашивает, что ты сделал? Ой, я использовал такой инструмент. Я, наверное, ехал быстро, может быть, вообще летел на космическом тарелке. Главное, вы должны использовать правильный инструмент. Я знаю, что во многих компаниях все еще не используются механизмы 21 века, которые более характерны для современных каких-то вещей. Кто-то используется до сих пор таблицами Excel. Поэтому давайте все-таки переходить на инструменты будущего. А это не только Skype, это не только WebEx или что-то другое. Есть еще ресурс, который называется G Suite, когда одновременно некоторые могут выкладывать документы и добавлять какую-то информацию. Есть еще журналинг. Не обязательно, чтобы вы давали постоянное обновление статуса того, чем вы занимаетесь. Вы можете просто написать, допустим, что я застрял на проверке отчета. Кто-то может вам вообще помочь и прочитать. Ну, есть, конечно, до сих пор еще обмен электронной почты. Но главное, вы определите и делайте так, чтобы электронные письма уходили в нужное время нужному человеку и содержали нужную информацию. Есть еще такой механизм, как запись обучающих курсов. Есть еще определенные технические инструменты. Они могут для вас быть как просто очень замечательными, а просто могут приносить большой вред, если вы неверно их применяете. Вы тогда просто упретесь в какую-то ошибку. И что-то работает очень быстро. И тогда вы просто работаете, вам не надо ждать, пока вся ваша команда соберется онлайн. Да, и мы используем такой механизм Jenkins. Мы используем в нашей компании к каждой истории можно прикреплять тест, и все могут увидеть последние обновления, последние пропуски, смотрят, заблокирована она или она не заблокирована. Раньше было, думаете, такое вот прозрачность того, что мы делаем при обеспечении качества тестирования, если меня спрашивают коллеги, либо из Москвы, либо из Калифорнии, что происходит. Раньше нельзя было, сейчас можно, потому что есть инструмент, который это показывает. Дальше. Один из инструментов это записывает, что вы сделали, в какое время давать доступ удаленной команде по всему миру к последним обновлениям. Если вам сложно запустить ваш фреймворк, предоставить доступ, а кто-то сидит, допустим, в китайском офисе, подумайте о том, что нужно время вообще людям понимать, сколько времени потрачено на то, чтобы предоставить доступ к фреймворкам. Поэтому все должно быть прозрачным. Нужно, чтобы все члены команды видели, как происходит пользовательское тестирование, тестирование продуктивности. Итак, представьте, вы уже все выучили, все мы научились, и вам кажется, я могу сделать все. Вы нажимаете на вашу условную кнопку космического корабля, и вы улетаете куда-то в космос. И вдруг вы очнулись от этого сна. Думаете, о боже, какой-то конкурент производит какое-то странное движение. Неужели на самом деле это происходит со мной? И теперь наш герой думает, когда он может делать все, все процессы в команде происходят открыто. Есть подотчетность, он думает, какой же я классный. А в это время где-то все где-то на бэкграунде все собрались и думают, слишком плохое приложение, наверное, он не знает, как оно работает, как ему можно доверять. Ну вот, спасибо. Есть ли у кого-то вопросы? Спасибо. Добрый день, Мэтью. Добрый день, Мэтью. Спасибо за ваше выступление. Я по-английски задам вам вопрос. Мне понравилась ваша презентация, и мне в целом нравится этот подход. У меня вопрос, который касается взаимодействия между двумя командами, расположенной в различных временных зонах. Есть ли у вас примеры, как вы решили такие сложности? Спасибо вам большое заранее за ответ. Ну, все зависит от того, что является ценным для команд. И вы задаете вопрос, допустим, есть конфликт между командами. И нужно определить, в чем вообще проблема этого конфликта. Может быть, одна команда требует от второй команды что-то, чего другая не понимает. Главное понять вообще конфликт. Понимание того, что конфликт есть, это уже начало его решения. В моем опыте были команды, которые оказывали состояние конфликта, потому что им не была оказывана должная поддержка. Связанная, конечно, и с культурой, с нахождением в разных странах, а также с тем, что зачастую команда между собой соревнуется, конкурирует. Но они должны помнить, что они работают на одну организацию. У них одна общая цель. Несмотря на то, что они могут независимо как-то действовать в рамках своего времени, тем не менее, они должны помнить об обочинности. Если вы делитесь с ним чем-то, они в ответ выкладываются. Это такая вот взаимосвязь. Спасибо за ваш вопрос. Спасибо большое за доклад. Я хотел бы спросить такой вопрос. У нас была практика, когда разработка велась, так скажем, в нескольких странах. В частности, был опыт работы с компанией Финантикс итальянской. И был такой барьер, который касался различных инструментов, которые использовали и мы, и они. И при этом не было, так скажем, унифицированных инструментов. Ну, для примера, мы использовали в качестве бактрекинга Jira. У них был свой самописный бактрекер Платон. И принципиально та команда говорила, что нет, мы не будем работать с вашей Jira, мы не умеем, мы умеем работать здесь, заводите баги, пожалуйста, здесь. В свою очередь, у нас, так скажем, были инструкции, что там тестировщики вначале заводят бактрекеры у нас, потом заводят к ним, переводят это все на английский, собственно, общались мы тогда на английском, и для них, и для нас это был неродной язык, они говорили на итальянском и на русском, вот. И очень часто, вот, так скажем, вот этого смешения своих инструментов и вот ненахождение общих точек соприкосновения, оно приводило к тому, что получались разрывы коммуникации. Я хотел бы спросить у вас, были ли у вас такие проблемы и как вы находили в них решение? Спасибо. Да, у меня тоже были проблемы подобного рода в прошлом. Я работал в компании, фактически это было несколько компаний, расположенных в разных странах мира, и в определенный момент времени шесть команд обнаружили, шесть команд использовали системы обнаружения дефектов. И это был абсолютный хаос, потому что у нас дублировались баги, у нас дублировались фипсы багов. В итоге с большими сложностями, но нам удалось все это свести в одну систему, потому что кто-то на уровне руководства сверху сказал все, товарищи, хватит, нам необходимо принять решение, и мы должны использовать один инструмент, потому что если мы будем поддерживать использование разных инструментов разными командами, мы только теряем время и силы, и свое, и людей, которые принимают участие в этих операциях. Добавьте к этому еще разность в странах, менталитете, в языке. Вы можете в таком случае сделать, знаете, что еще? И опять же, это касается прозрачности. найдите такой способ, благодаря которому информация станет доступной и прозрачной для всех команд. Может быть, это будет какая-то рабочая доска, это будет экран какой-то, на котором будет обновляться вся информация, но главное, чтобы все имели к ней доступ. Потому что, возможно, на каком-то этапе команды скажут, да, хорошо, но потом кто-то найдется, кто сильнее, кто превалирует, он скажет, нет, делаем по-другому. Так вот, кто-то должен такое решение на каком-то этапе принять. Спасибо вам за выступление. Мой опыт работы с многонациональными командами показывает, что такая работа всегда менее эффективна, чем команды с местными командами. Как вы полагаете, могут ли быть удаленные команды более эффективными, чем команды местного уровня. Но если команду разделять, как это делается в скраме, ну и у нас, у нас есть группа, которая работает в Калифорнии, группа, которая работает в Индии, сейчас между ними 11,5 часов разницы. Всегда приходится кого-то и чего-то ждать. И поэтому я всегда старался разместить команды максимально близко друг к другу. Как-то поставить их для работы в паре, для того, чтобы между ними все-таки выстраивалась коммуникация более близкая по времени, используя скрам. Иногда мы и девелоперы, и тестировщиков старались, чтобы они работали вместе, старались максимально сблизить их временные зоны. В случае же, если временные зоны действительно отличались, тогда договаривались какую-то встречу хотя бы раз в неделю. И, конечно же, старались сделать так, чтобы хотя бы язык у них был общий для коммуникации, тогда все становилось гораздо легче. Правильно ли я понимаю, что одним из эффективных способов будет, даже если команды расположены на удаленном доступе, между ними все равно существует элемент синхронизации. да, спасибо. Добрый день, спасибо за ваш доклад. Возник такой вопрос. А на вашей практике получается, все ваши команды используют как лингвы франко-английский, получается, у вас не было опыта, когда общим языком был бы какой-то другой язык, ну, к примеру, русский. И, то есть, на вашей практике получается, что все ваши команды в итоге приходят к тому, что используют английский как язык коммуникации. Вот, собственно, это вопрос. Да, для работы, конечно, мои команды используют английский как рабочий язык. Но, если вы хотите получить выгоды и повеличить эффективность вследствие расположения команд ближе друг к дружку, то тогда, допустим, российские команды, допустим, русскоговорящие работают на одном языке, им легче говорить на родном языке, уже дальше они потом передают информацию на английском. Я просто привожу вам пример, потому что есть команды, которых используется другой язык в качестве средства коммуникации. поэтому, да, вполне возможно, что в некоторых странах мира команды будут учить русский как второй язык. Главное, очень внимательно подходить к тому, чтобы команды друг к дружку понимали, и чтобы они понимали друг к дружку не только на уровне языка, но и на уровне там интонации, коннотации, значения, тогда для них будет проще работать. Но вне зависимости от того, какой язык является родным языком, на каком-то этапе нужно будет решать проблемы с коммуникацией, возникающие в связи с использованием второго языка. Спасибо всем большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!